Дорогие братья и сестры, мы продолжим тему избранных людей, всем категории людей, которых судный день будет под тенью трёна Аллаха и не почувствует тех ужасов, которые будут в этот день. И пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «В семерых Аллах укроет в тени своего трона в тот день, когда не будет иной тени, кроме его тени». И первый из них — это справедливый правитель, правитель, который поступает справедливо в любых ситуациях, даже если ему приходится идти против себя и против своих близких. Второй — это юноша, рожший в поклонении своему Господу от совершеннолетия до смерти. Третий — человек, сердце которого подвешено в мечети, человек, который любит находиться в мечети и поклоняться своему Господу. Четвёртый — это те двое, которые полюбили друг друга ради Аллаха, встречаясь и расставаясь ради Него. Пятый — это мужчина, которого пожелала знатная и красивая женщина, и он сказал, «Поистине я боюсь Аллаха», то есть человек, который боится Господа и не совершает больших грехов. Шестой — подающий милостыню настолько скрытно, что его левая рука не ведает о том, что творит правая. И седьмой — тот, кто в одиночестве поминает Аллаха, и его глаза наполняются слезами. И как мы не раз говорили, семь категорий сюда относятся и мужчины, и женщины. То есть обычно с посланником Аллаха, салли Аллаху алейкум саламу, постоянно были мужчины, и он обращался к мужчинам, но это относится и к женщинам. И женщины точно так же могут быть среди семи категорий, семи видов людей, которые в сегодняшний день будут под тенью трона Всевышнего. И как мы уже говорили, это великая степень. Это не просто так. То есть каждая из этих категорий — это состояние души, состояние человека, который постоянен в этом деянии, постоянен. Все эти категории — это высокая степень веры. Поэтому Аллах, салли, их избрал и обещает им такие награды. И мы остановились на шестом виде, подающей милостыню настолько скрытно, что его левая рука не видит о том, что творит правая. И мы на прошлой проповеди закончили хадисом. Я хочу к этому хадису еще раз вернуться и более шире раскрыть ее. Пророк, салли Аллаху, алейху саллама, сказал, «Я поклянусь вам в трех вещах и скажу вам нечто, а вы запомните это. Клянусь Всевышним, что милостыня не уменьшает богатство раба. И что если обойдутся с рабом несправедливо, а он проявит терпение, то Аллах обязательно увеличит славу его. И что если раб откроет двери обращения с просьбами, то Аллах обязательно откроет перед ним двери бедности». В трех вещах пророк, салли Аллаху, алейху саллам поклялся. И далее посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «И скажу вам другое, а вы запомните это. Поистине в мире этом есть четыре группы людей. К первой из них относится такой раб, которому Аллах даровал богатство и знание. И он боится Господа своего, поддерживает родственные связи и знает о том, что ему следует делать со своим состоянием ради Аллаха. Такой окажется в наилучшем положении». То есть, что здесь имеется в виду? Знание, под знанием имеется в виду знание своей религии, знание, познание своего Господа. Когда человек познал свою религию, он боится Всевышнего, у него есть богобоязненность, у него есть любовь к Всевышнему, он избегает грехов и он старается найти довольство Аллаха. И исходя из этих убеждений, он тратит своё имущество правильно, на праведные дела, на хорошие дела, на милость, на помощь нуждающимся и так далее. И именно благодаря своим знаниям он знает, что с этим делать. Поэтому у него великая степень у Всевышнего. И Пророк, саллиллаху алейхи саламу, сказал, он окажется в наилучшем положении в судный день. Далее Пророк, саллиллаху алейхи саламу, сказал, ко второй категории относится раб Аллаха, которому Аллах даровал знание, но не дал богатство. И который говорит, если бы я обладал богатством, то поступал бы так же, как и такой-то, имея в виду первую категорию людей, будучи искренним в своих намерениях и придерживаясь этого, за это он получит такую же награду, как и первый. То есть человек не имеет богатства, но при этом он имеет знания, он знает, как поступать в жизни правильно, и он говорит, если бы у меня было бы такое же богатство, я поступил бы точно так же, я бы тоже тратил на благое. И он стремится к этому, и делает это, исходя из своих возможностей, минимальных каких-то. Такой человек получит такую же награду, как и первый, из-за своего намерения. И приводится, что сподвижники пророка, салли Аллаху алейхи салам, в большинстве своем они были бедными людьми, но благодаря своим намерениям они заслужили верхний рай, то есть заслужили высшую степень в раю, благодаря своим намерениям, потому что они пытались это делать, стремились к этому, хотя у них не было каких-то возможностей. Далее пророк, салли Аллаху алейхи салам, он сказал, «К третьей категории относится такой раб Аллаха, которому Аллах даровал богатство, но не дал знания. И он распоряжается этим имуществом необдуманно, не боится Господа своего, не поддерживает родственные связи и не знает, что он обязан делать со своим состоянием ради Аллаха. Такое окажется в судный день в наихудшем положении». То есть Всевышний даровал богатство, но у этого человека нет знаний, знаний о своей религии, знаний о своем Господе. И он распоряжается этим имуществом необдуманно, то есть тратит на запретное. Человек играет в казино, тратит деньги на какие-то запретные вещи, на азартные игры, на прелюбодеяние, на какие-то другие цели, которые запрещены в исламе, запрещены в религии. И этот человек окажется в наихудшем положении в судный день из-за того, что у него нет знаний и нет богобоязненности. Этот человек своим имуществом зарабатывает себе ад да убережет на всех Аллах от этого. И четвертая категория, четвертая группа людей. К ним относится раб Аллаха, которому Аллах не дал ни богатства, ни знания, и который говорит, «Если бы я обладал богатством, то поступал бы так же, как и третий, придерживаясь таких же намерений, за что он понесет такое же время, как и третий». То есть четвертая группа людей, которые не имеют ни знания, ни богатства, но которые стремятся к этому, то есть которые думают, вот если бы у меня было богатство, я бы играл бы точно так же в казино, я бы совершал бы прелюбодеяние, я бы потратил на такие вещи, на такие, на азартные игры, на спиртное и тому подобное. То есть человек, который желает совершить эти грехи, просто не имеет возможностей на это время. Но если бы у него была возможность, он бы ее непременно совершил, такой человек получает за свои намерения такой же грех, как и тот, кто совершает, и убережет на всех Аллах. От Аиши, ради Аллаху Анха, передается, что однажды посланник Аллаху Саламу зарезал овцу и ушел из дома, и когда вернулся, спросил, что осталось у нас от этой овцы. Эта овца была зарезана на жертвоприношение, и Аиша сказала, ничего кроме лопатки, то есть я раздала все кроме лопатки, остальное я раздала нуждающимся. Тогда Пророк Салам сказал, вся она осталась кроме лопатки. То есть вся она наша, кроме вот этой лопатки. Мы ее съедим, и она все исчезнет, но то, что ты раздала, это в судный день непременно к нам вернется. И Пророк Салам сказал, вся эта овца наша, кроме вот этой лопатки. А и Аллах Субханаху Аталя, и Пророк Салам призывали, и Аллах Субханаху Аталя в Куране много призывает к этому, и Пророк Салам призывал к щедрости, к доброте. к любви к бедным людям и к вниманию, вниманию к нуждающимся. И Аллах, Субтитрым, много раз порицает в Куране именно скупость, жадность. И Аллах, Субтитрым, говорит в Куране, «А тому, кто скупился и обходился, и считал лёжи наилучшие, мы облегчим путь к тягчайшему, и не поможет ему его богатство, когда он низвергнется». То есть кто скупился, кто был жадным, скупым, не помогал нуждающимся. И обходился, то есть он думает, что он не нуждается во Всевышнем, и что он обойдётся только своим богатством, своим родом, своей фамилией, своей властью и так далее. «И считает ложью знамения Всевышнего, его религию, мы облегчим путь к тягчайшему». То есть ему легко будет войти в огонь, в ад. И далее Всевышний говорит, что не поможет ему его богатство, когда он низвергнется. То есть когда он будет падать в этот ад, он не сможет откупиться своим богатством, и не поможет ему ни его род, ни его власть, ни его место, ни его должность. В другом аяте Всевышний говорит, преуспеют те, кто будет защищён от собственной скупости. То есть те, кто раздавал милостыню, помогал нуждающимся, они преуспеют. Поэтому, братья и сёстры, стремитесь получить, заслужить довольство Аллаха, пока у вас есть возможность, пока у вас есть имущество, пока у вас есть какие-то возможности помогать людям. Может быть, вы будете просто посредником в решении каких-то их проблем, их дел. Может, вы имеете должность, благодаря которой вы можете помогать нуждающимся. Может, вы имеете власть. Может быть, вы имеете другое какое-то влияние, с помощью которого вы можете помочь людям найти справедливость. Пожалуйста, делайте это, ведь вам защитётся. И не ищите благодарности у людей, не ищите каких-то почётов. Делайте это ради Всевышнего тогда, когда это будет между вами и Всевышним. Тогда вы непременно за это получите огромную награду. Некоторые боятся, что их милостыня пойдёт не туда. Вдруг человек потратит на ненужное. Или думает, что, может, человек не такой уж нуждающийся. Но если вы дадите с правильным намерением, то получите награду сполна, даже если эту милостыню принесут вам обратно в дом. То есть, если вы были искренними и сделали это ради Аллаха, то в любом случае вам это зачтётся. Приводится, что Маан ибн Язид, один из подвижников пророка, салам, ради Аллаху Анхума, говорит, как-то раз я обратился к посланнику, чтобы он рассудил нас. Язид мой отец. И он пожелал раздать милостыню. Он достал несколько динаров и положил их в мечети около одного человека, чтобы он отдал их неимущему. А потом туда пришёл я, то есть сын этого Язида, взял эти деньги и принёс своему отцу. И он не знал, что это отдал его отец. Он сказал, его отец сказал, «Клянусь Аллахом, не тебе я хотел их отдать». После чего я обратился к посланнику Аллаху Саламу, и он сказал мне, и посланнику Аллаху Саламу ему сказал, «Тебе то, что ты намеревался приобрести, о Язид, а тебе то, что ты взял, о Маан». То есть Язид, который отдал это ради Аллаха, получит ту награду от Аллаха, которую он надеялся получить, пожелав помочь неимущим и остаться при этом неизвестным. А сын его получил то, что получил. То есть он взял эти деньги, и каждый из них получит свою награду. Получил, вернее, Маан получил эти деньги, а Язид у Аллаха получит свою награду. Также пророк Салам сказал, один человек сказал, «Я обязательно должен подать милостыню». После чего он вышел из дома со своей милостыней и вложил его в руку вору, не зная, что это вор. Наутро люди начали говорить, «Милостыню подали вору». Тогда этот человек сказал, «О Аллах, хвала тебе, я обязательно должен подать милостыню». После чего он взял милостыню, вышел и вложил эту милостыню в руку блуднице. Наутро люди сказали, «Сегодня подали милостыню блуднице». И тогда он сказал, «Хвала тебе, о Господь, я должен примерно дать милостыню». На третий день он вышел и дал милостыню богатому. И наутро они начали говорить, кто-то дал милостыню богатому. И во сне к нему пришел человек, который сказал, «Поистине может быть так, что благодаря твоей милостыне вор покается и оставит воровство. И может быть так, что благодаря твоей милостыне эта блудница оставит блуд. И может быть, благодаря твоей милостыне этот богатый задумается и начнет жертвовать тоже». То есть в любом случае, если вы отдали искренне ради Аллаха, вы получили свою награду, иншаллах. Поэтому старайтесь помогать людям и будьте благоразумными, благодетельными и добрыми людьми. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатах.